Ты хочешь вместе Привет, ребятушки. Какой сегодня в Москве замечательный, теплый день. Я уверена, что москвичи практически все сейчас... Через 300 метров на светофоре поверните направо, а затем поверните налево. Я бы тоже с удовольствием погуляла бы, но, к сожалению, времени на это нет. А так хочется, потому что теплые деньги в Москве — это большая редкость. У тебя красивый наряд. Спасибо, это платьюшко, платьюшко. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните налево. Автомобиль сейчас Audi Q3. Мне очень нравится, если честно. Поверните налево. Машина высокая, дорогу держит хорошо. Прямо полтора километра. Я довольна. Захар и Яна вместе. Правда, на разных локациях. Да, я заболела, но, слава богу, уже иду на поправку. Мандезир меня лечит, контролирует, чтобы я пила таблетки, потому что я в этом плане очень халатно отношусь к своему здоровью. Вообще, я обязательный человек, но если дело касается регулярного употребления таблеток, это все вообще не моя история. Настя и Сэм. Все без изменений у ребят. Брянская Адын. Да, волосы наращиваю. Красотка, ты лечиться надо, спасибо. Ну вот, лечимся, лечимся. Оля с Татьяной Владимировной? Ну, все сложно, если честно. Мне, по большому счету, по-хорошему, жалко и маму Татьяну Владимировну, и Олю. Потому что маме не хватает. У них абсолютно, вот вчера была лобная СССР, у них абсолютно понятны одинаковые претензии друг к другу. Татьяне Владимировне не хватает ласки, заботы. Она говорит, что Оля сконцентрирована только на себе, зациклена только на себе. Естественно, любой маме хочется, чтобы ребенок подошел, обнял, поцеловал, спросил, как дела. Она говорит, что Оля этого не делает, что Алена знает гораздо больше о ней, чем старшая дочь. И Оля чувствует себя недолюбленным ребенком, говорит о том, что мама больше любит Алену. Вот, и, конечно, жить с таким ощущением, это очень сложно. Губы красивые. Спасибо, но это еще не окончательный вариант. Как раз-таки я сейчас еду к своей подружке, она же мой косметолог, лучший косметолог. Это Диана. Будем сейчас работать над губами. Зубы отлично, потихонечку привыкаю. Блин, не могу, когда включаю кондиционер, вам шумно, а без кондиционера мне жарко. Я уже почти доехала. Зубы у меня еще тоже в процессе. Мы на финишной прямой. Вот на следующих выходных будем уже устанавливать виниры. Юля, я задала вопрос, Витя и Таня, они вместе? Ребята, я что вам, новости, что ли? Откуда я знаю, вместе они, не вместе? Я Витя или я Таня. Мне кажется, люди сколько хотели дать информации, столько и дали. Через 300 метров поверните налево. Я не знаю. Последний раз, когда я виделась с Таней, Таня сказала, что они окончательно бесповоротно разошлись. Но жизнь такая штука, я ничего не удивлюсь. Поверните налево. Как называется твой новый цвет волос? Он у меня далеко уже не новый, я около года с ним хожу. Но, как мне говорит моя имя, они относятся к разряду русских. Но я не уверена. До конца маршрута осталось 100 метров. Так хочется твоих прямых эфиров на Сейшелах, такие они атмосферные. Скоро, скоро. Осталось совсем чуть-чуть. Спасибо за добрые слова. Это где-то в 18-го числа. Ну, в этих числах мы будем уже на Сейшелах. Маршрут перестроен. Я даже не знаю, как... Через 200 метров поверните налево, а затем поверните налево. Почему мы все заведем? Не знаю, вот, тщательно вопрос существует ли. Слушай, зачем? Потому что я люблю Мангезиры. Все очень просто. Ребеночка. Ну, ребеночка хочу. Пока не планируем. Мангезиры. Но... Ну... Сейчас мы не решаем. Я не знаю. Класс. Ложная. Маршрут перестроен. Ненавижу. Через 100 метров крутой поворот направо. А затем поверните налево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова